всем привет друзья вы на канале вязание не только меня зовут алена сегодня я хочу показать вам мою сумку которая у меня почти готова готова почти потому что сумка то готова но еще будет пришиваться подклад поэтому почти готова я считаю что будет уже законченная работа когда будет уже и оформлен подклад но многие из вас интересовались спрашивали как можно связать такую сумочку просили чтобы я рассказала поподробнее и я сейчас вам все расскажу и все покажу сумку я назвала ананас потому что она по форме как ананас и мне одна зрительница тоже написала алена сумка похожа на ананас поэтому я вот и назвала ее так но это не имеет значения сумочку можно назвать как угодно связала я эту сумку в рамках совместного проекта сумка моей мечты очень многие девочки участвовали в этом проекте многие участвуют до сих пор потому что этот проект он не имеет никаких ограничений не по срокам не по сумкам не по пряже просто обозначаете свою работу если вы хотите присоединиться к этому совместному проекту хештегом сумка моей мечты отмечайте в инфобоксе всех участников и пожалуйста присоединяйтесь я тоже всех участников этого проекта оставлю все ссылочки на всех участников в инфобоксе да кстати это вот моя первая сумка связанная в рамках этого проекта но не последняя потому что я собираюсь связать еще две сумки одну собираюсь связать из рафии и вторую собираюсь связать из шнурковой пряжи и так что у нас по сумочке смотрите я ее вязала и заказывала набор это специальный набор для сумок который называется грани мания от фирмы mondial я заказывала этот набор в магазине и мезингу пересылка по всему миру и также есть такие наборы в магазине про клубочки в москве этот магазин находится и пересылка из этого магазина соответственно по россии странам снг чем удобен этот набор тем что вам не нужно искать ручки ручки уже есть это первое второе цвета в этом наборе скомбинированы уже так что они все подходят прекрасно друг другу наборов несколько наборы разные сейчас вы увидите также на экране видео получается в этом наборе пять разных цветов пять одиночных моточков и три мотка одинакового одного цвета который предполагается для обвязки мотивов соединения и так далее то есть основной цвет я заказала для себя вот такой вот набор в котором были пять вот этих разных цветов и основной цвет для отделки я выбрала бежевый здесь получается смотрите здесь вся информация вот на этой этикетке от этого набора здесь написано что состав это стопроцентный хлопок один моточек содержит себя 30 грамм и равняется 69 метрам соответственно мы умножаем 5 мотков плюс еще 3 мотка то есть получается в наборе 8 мотков 8 мотков мы умножаем на 30 грамм трижды 8 получается 24 значит получается эта сумочка это 240 грамм у меня после того как я связала всю сумку все оформила обвязала прикрепила ручки у меня еще остались здесь остаточки и из этих остатков я связала вот такую замечательную игольницу для оли в подарок оля это хозяйка магазина и мизингу и про клубочки значит если у вас нет допустим ручек вы хотите связать такую сумочку и у вас нет таких ручек значит что можно сделать можно ручки заказать по интернету посмотреть есть различные ручки есть деревянные есть пластиковые есть бамбуковые также указан размер ручек или можно пойти в пряжный магазин если у вас таковой есть в вашем городе и посмотреть в пряжном магазине как правило там где продается пряжа там тоже продаются и различные приспособления фурнитура для сумок и многое другое если же у вас такой возможности нет то есть выход из положения пойти в секонд-хенд можно пойти на блошиный рынок найти какую-то сумочку где вы увидите подходящие ручки и эти ручки просто сумки срезать а сумка если вам не нужна значит просто выбросить мне иногда попадается я хожу на блошиный рынок и мне иногда попадаются сумочки я всегда обращаю внимание на ручки потом срезаю ручки оставляю потому что но они всегда могут пригодиться вот такие у меня есть деревянные ручки они тоже подошли бы к этой сумочке еще у меня есть вот такие бамбуковые ручки с кольцами они тоже могли бы подойти к этой сумке еще можно прикрепить вот такие ручки кольцами они тоже вполне подошли бы к этой сумке и еще можно прикрепить вот такие ручки которые уже готовые с кольцами и они тоже подошли бы к этой сумке ну может быть другую другого цвета можно взять да или же вы просто вяжете ручки самостоятельно из пряжи но вы знаете я бы если бы вязала ручки из пряжи я бы ручки наверное связала бы из джута вот по цвету такого бежевое что не подходящее я бы связала из джута и потом можно вот так кольца прикрепить на кольца и потом здесь вот так вот пришить если бы я пришивала например вот такие ручки то знаете я бы их крепила вообще любые даже вот эти ручки если пришивала бы я бы их уже после того как у меня был бы пристрочен полностью подклад вот здесь вот и ручку я бы крепила с одной стороны а с другой стороны я пришивала бы ручку вот на пуговицу я бы здесь большую пуговицу которая тоже бы имела четыре отверстия чтобы у меня в этих местах не оттягивала сильно вот а чтобы тогда ручка была закреплена пуговицы с другой стороны это вот может быть вам такой совет пригодится я благодарна вам за фотографии ваших сумок которые вы мне высылали в яндекс дзен кстати кто не подписан на мой канал яндекс дзен проходите пожалуйста подписывайтесь все ссылки будут под видео когда я выпустила видео где я говорила что собираюсь эту сумочку вязать у меня только немножко мотивы были связаны то многие из вас мои уважаемые зрительницы присылали мне в яндекс зен свои фотографии прикрепляли в комментариях это кстати очень удобная функция на яндекс зен здесь вот у многих нет например инстаграм у многих нет одноклассников и очень часто вы мне пишите алена куда отправить фотографию вам ну вот видите в яндексе вы можете прямо в комментариях фотографии прикрепить и мы эти сумочки которые вы мне прислали фотографии я их покажу также в конце видео мы с вами тоже их посмотрим и так можно использовать разные ручки можно связать самостоятельно можно что-то придумать закрепить на кольцах с пуговицами как угодно значит я связала все мотивы и выбрала вот такой подклад у меня подклад будет вот такого кофейного цвета вот я буду полностью краить вот так как у меня форма сумки и пристрачивать полностью по форме сумки вот здесь прям машинкой пристрачивать здесь к ручкам здесь тоже пристрачивать вот здесь вот к сумке полностью то есть у меня полностью будет вот для этой сумочки вот такой подклад можно другой подклад взять можно такой более скользкий но я вот взяла обычный ситец мне вот так вот захотелось так теперь давайте по сумке значит смотрите если вы приобретаете такой набор здесь в общем то есть выкройка а вот но и здесь еще видите на и вот этой вот этикетки здесь есть qr-код мы сейчас я наведу курсор камеры и мы с вами посмотрим что можно посмотреть здесь под этим qr-кодом и так смотрите я включаю функцию фотографии навожу на qr-код и мне высвечивается ссылка открываем ссылочку запрашивает код у меня телефон открываем ссылку и что мы видим мы видим вот эту же фотографию которая у нас здесь на упаковке и здесь дальше если мы листаем то у нас выходит описание описание полностью смотрите со схемой бабушкиного квадрата со схемой выкройки как присоединять здесь квадраты и со схемой треугольника но я расскажу вам как вязала я здесь все обозначения и мы смотрим что есть описание на итальянском языке также есть описание на испанском языке есть описание на немецком языке описание на английском и описание на французском все больше ничего нет то есть здесь вы можете себе открыть когда вы например такой набор заказали себе получили его по qr-коду вы можете открыть все эти ссылки сделать себе скриншоты и распечатать это все на большом листке динафир да здесь в общем то все 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 объяснение но я сумку вязала несколько по-другому вот видите здесь есть треугольник как раз вот для этого мотива а я вязала в этом месте полностью мотив так с выкройка мы с вами разобрались с ручками мы тоже с вами разобрались я думаю что здесь все понятно и теперь давайте поподробнее о самой сумке я сделала здесь вот такую выкройку и написала все самое важное по этой сумке значит размер моей сумки 36 сантиметров на 36 сантиметров один мотив у меня получается 12 на 12 сантиметров я вязала один мотив который в себе содержит 7 рядов 6 рядов я вязала цветными оттенками пряжи и один ряд у меня была отделка смотрите как выглядит моя сумочка с одной стороны я сделала мотивы вот как было пять цветов в этом наборе я связала каждый мотив отдельным цветом и вот у меня один ряд отделка то есть 7 рядов мотив 12 на 12 сантиметров получается пять мотивов я связала одним цветом с другой стороны у меня сумочка выглядит иначе она у меня с другой стороны вот такая яркая здесь я соединяла все цвета и вязала каждым цветом одним цветом точнее я вязала два ряда то есть у меня получается например если я комбинировала здесь цвета то у меня получается первые два ряда одним цветом следующие два другим цветом следующие два третьим, и снова идет отделка основным цветом бежевым. У меня такие мотивы с этой стороны, они у меня все разные. Повторяющихся мотивов у меня в сумочке нет, кроме вот этих двух. Эти два мотива я связала одинаковыми, чтобы у меня вот этот мотив около ручки с одной стороны и с другой стороны были одинаковые, но это не обязательно. Далее я связала еще мотивы, которые у нас половина идет на одну сторону, а половина идет на вторую сторону. Это у нас с одной стороны мотив, с другой стороны мотив, и по дну сумки тоже у нас получается половина идет на одну сторону сумочки, половина идет на другую сторону сумки. Здесь же, когда мы сейчас с вами открыли QR-код, вы видели, что там еще дается схема вязания вот этого треугольника, чтобы здесь был связан только треугольник. Я же, друзья, связала полностью квадрат, потому что я подумала, что как раз вот здесь, где крепится ручка, не лишним будет вот это место сделать более стабильным. Поэтому я связала точно так же квадрат, и когда сшивала, я сшила только вот здесь по лицевой стороне до угла, а потом вторую половину мотива я завернула на изнаночную сторону, и потом стежками точно так же пришила и с этой стороны. За счет этого у меня там, где ручка, у меня более стабильно это все выглядит. Это, конечно, делать не обязательно, но я сделала так. И думаю, потом, когда будет здесь подклад, и все это будет пришита, будет очень хорошо выглядеть, и все-таки, ну, будет более стабильно, не будет так сильно вытягиваться, потому что те мотивы, которые связаны просто вот одним слоем, да, то есть вот если потянуть, видите, он вот так вот вытягивается. Поэтому я думаю, что в этом месте все-таки будет лучше, если здесь эти квадраты будут хорошо держать вместе с ручкой форму. Здесь я вязала уже по два ряда и комбинировала разные цвета. Вот какие были там вот эти пять моточков, я их между собой все комбинировала. Они в этом наборе уже предоставлены так, что они, в общем-то, между собой все сочетаются. И посмотрите, как у меня получилось. Здесь пять мотивов я связала таким образом, что у меня два ряда, ну, между собой остаются одним цветом и меняются только через два ряда. А вот эти вот крайние мотивы на донышке мотив и вот эти два мотива я связала так, что я в каждом ряду меняла цвет. И у меня здесь в мотивах некоторые цвета повторяются. Смотрите, здесь два раза повторяется розовый, два раза повторяется бордовый. С этой стороны у меня все цвета разные. Я добавила еще бежевый сюда. Здесь у меня тоже повторяются два раза бордовый цвет и здесь у меня два раза повторяется бирюзовый цвет. Как связать бабушкин квадрат? У меня есть подробное видео. Так и называется туника бабушкин квадрат. Вяжем легко и просто. Я ссылку обязательно оставлю на это видео. В этом видео, на которую я оставлю ссылку про бабушкин квадрат, я провязываю весь квадрат в камеру ряд за рядом. Бабушкин квадрат, вы знаете, да, его можно вязать бесконечно, он у вас с каждым рядом увеличивается и вы можете его делать маленьким, большим, каким угодно. Я для себя вот выбрала, значит, чтобы мой квадрат был семь рядов. Я посмотрела, кстати, на выкройки вот здесь, посчитала и здесь получается шесть рядов у нас разными цветами и один вот здесь вот отделочный ряд. Я так и выполняла, как здесь на выкройке семь рядов. Это, конечно, зависит от того, какая у вас плотность вязания. Здесь рекомендация у нас, смотрите, по пряже. Значит, крючок у нас номер три или три с половиной для этой толщины пряжи. Я повторюсь еще раз, здесь в 30 граммах 69 метров, да, то есть получается у нас в 60 граммах будет 120-138. Это, в общем, стандартный хлопок, как вот мы покупаем в 50 граммах 120 метров, в 50 метрах сказала. Вот, ну вы поняли, да, что я имею в виду. Поэтому вы можете взять, конечно, и любой другой хлопок. И, кстати, в моем видео про бабушкин квадрат вы также можете посмотреть, я рассказываю, показываю, как можно цвета между собой комбинировать, как можно все остатки клубочков, например, собрать и какие цвета, как можно их друг с другом связать, чтобы это была действительно красивая такая комбинация и чтобы смотрелось это оригинально. Конечно, вы можете связать такую сумочку из остатков пряжи, но вы знаете, что хорошо в этом наборе, то, что здесь вся пряжа была одинаковая. У нас, когда остаются остатки пряжи, они все равно иногда между собой отличаются по плотности, да, то есть мы же не вяжем все время из одного и того же артикула, у нас какая-то разная пряжа, и у этой пряжи может быть другая плотность, какая-то пряжа может быть толще, какая-то пряжа может быть тоньше, а здесь в этом наборе уже вы не задумываете, что с чем комбинировать, как вязать, хватит вам пряжи или не хватит этих остатков, у вас полностью все хватит на сумочку и даже еще, вот видите, и останется. Ну, это вот при моей плотности вязания у меня осталось. Значит, и здесь я, вот смотрите, я написала, что материал стопроцентный хлопок, фирма Мондиалита, я вам уже все показала, расход у нас получается один моток 30 грамм 69 метров, крючок у меня в работе был номер 3, также понадобится еще для работы игла, чтобы шить мотивы, 6 цветов у вас в упаковке, 5 мотков 1, 5 мотков 1 цвета, в том плане я имела ввиду, что 5 мотков, вот каждый моток это 1 цвет, и 3 мотка 1 цвета для отделки. Здесь вот я немножко неправильно написала, но вы поняли меня, да? Вот, теперь смотрите, сколько мотивов нам понадобится, то есть вот смотрите, у нас получается, центральный мотив, нам нужно 2 мотива, то есть на одну сторону сумки и на противоположную сторону сумки. Здесь нужно тоже 2 мотива на одну сторону сумки, на противоположную, здесь 2, 2 и 2, то есть получается 3 и 2, 5, 5 умножаем на 2, у нас получается 10 мотивов, плюс вот эти верхние мотивы, где у нас ручка, я тоже связала полноценные мотивы, и их тоже нам нужно 2, с одной стороны и с другой стороны, то есть 10 плюс 2 получается 12, или 6 мотивов умножаем на 2, получается 12, прибавляем 3, 3 по одному мотиву, это на дне, который вот на донышко идет один мотив, сбоку идет один мотив и с другой стороны идет мотив, потому что у нас на сумку с этих мотивов уходит только половина, не считая верхних, да, вот мы их посчитали, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 умножаем на 2, 12, плюс 3, вам понадобится для этой сумки 15 мотивов, 15 мотивов, каждый мотив состоит из 7 рядов. После того, как вы все это выполняете, что сделала я, когда у меня мотивы были готовы, я стала их раскладывать, то есть как бы я и хотела, чтобы они у меня распределились на сумке, то есть я положила мотивы сначала с этой стороны, естественно, изнаночной стороной наверх, расположила эти мотивы, потом сверху расположила другие мотивы, вот и так я их расположила, я поняла, что все меня так устраивает, я хочу, чтобы у меня вот такая была сумочка, здесь я эти половинные, ну вот эти целые мотивы напополам согнула, с одной стороны и здесь, и эти два мотива, я их просто отложила, потому что здесь они одинаковые, здесь смотреть мне особо было нечего, что я потом делала, вы меня, кстати, спросили, как я сшивала сумку, обратите внимание, вот здесь на вот этой упаковке, значит, нарисовано у нас, вот видите, шов прям идет поверху, то есть сшивала столбиками без накида, крючком по лицевой стороне, это тоже вариант, смотрится красиво, но мне захотелось, чтобы моя сумка была ровная, поэтому я выполнила сшивание иглой и просто нитью по лицевой стороне, брала длинную нить основного цвета, острую иглу с широким ушком и начинала сшивать мотивы, начала сшивать мотивы вот отсюда, сшила, стежком делала, закрепляла, захватывала петлю с одной стороны за обе дужки петли и с другой стороны также за обе дужки, то есть в каждую, в каждую петлю, я это тоже показываю в своем мастер-классе бабушкин квадрат, как бабушкины квадраты я сшиваю, вот точно так же, как там, так сшивала я и здесь, я их сшивала полностью, здесь, где у меня был стык между мотивами, я два раза делала стежок, потом прошивала полностью, у меня вот три мотива с одной стороны, я их сшила, оборвала здесь ниточку, отрезала, спрятала кончик сразу, далее я взяла снова нить и сшила эти мотивы с противоположной стороны, после того, как они у меня были сшиты, я приступила к сшиванию вот этих мотивов, здесь половина, здесь целый мотив, прошила до угла и прошила здесь до угла, нить убрала, здесь у нас получается, смотрите, не сшите так, как сшила я, а значит, здесь потом я взяла нить и стала сшивать с этой стороны, нить у меня хватило и я стала пришивать и эту сторону, соединяя уже со следующим мотивом, выполнила это, потом я увлеклась и, не знаю почему, но я сшила и эти два мотива, вот так, и потом, когда я все сшила, я думаю, а что это у меня, такое отверстие маленькое в сумочке, потом, когда я посмотрела, а что ж я сделала, а я сделала, я сшила боковушки этой сумочки, ну, ничего страшного, я быстренько распустила, оставила кончики, их спрятала, по такому же принципу я сшивала мотивы, так, по такому же принципу я сшивала мотивы и с этой стороны, точно так же, одной нитью сшила мотивы три здесь, потом сшила мотивы здесь, потом сшила мотивы вот таким образом и сшила вот таким. Потом, где у меня были не сшитые половинки, я просто прошивала еще раз. После того, как я сшила все мотивы, меня все устроило, все было хорошо. Что я сделала? Потом я приступила к пришиванию вот этих мотивов. И я еще раз повторюсь, я пришила с одной стороны до центра и до другой стороны. Затем на изнаночную сторону вывернула и пришила вот здесь стежками полностью мотив. То же самое выполнила на противоположной стороне. С одной стороны, другую сторону, развернула и с изнаночной стороны сшила. Затем я взяла и здесь вот эти два мотива, не считая вот этого мотива, вот видите, вот где идут эти два мотива, я прикрепила нить и сделала еще обвязку столбиками без накида для стабильности, чтобы у меня здесь был более стабильный край и не растягивался. Я знаю, что потом у меня еще здесь будет подклад, пристрочен, но тем не менее, таким образом здесь край выглядит более законченным. Когда я обвязывала вот здесь в углу, что я делала? Я делала столбик, петлю сюда в одну петлю, затем центральную петлю и в соседнюю петлю. Потом соединяла, чтобы у меня здесь было соединение с одной вершиной и чтобы в этом месте у меня не оттопыривалось. Так, это подклад здесь. Вот так вот. После этого, как у меня все было готово, я хочу вам сказать, что пришлось немножко попыхтить с ручками. Почему-то у меня не получилось с первого раза их пришить. А почему, я вам сейчас объясню. Я посмотрела на выкройки и думаю, «А, ну понятно». Вообще, сначала, вы знаете, я решила, что их надо, эти ручки, значит, продеть через вот этот вот квадрат. То есть, вот половинку я пришила, приложила ручку и следующую половинку на эту сторону пришить. Потом я, значит, попробовала это, и я ничего не поняла. У меня квадрат задирался аж вот сюда, потому что квадрат сам по себе гораздо больше, чем ручка. Ручка уже, чем получается 7 рядов квадрата. Затем я внимательно еще раз посмотрела здесь все. Вот здесь, видите, на картинке как раз показано, как пришита ручка. И я увидела, что здесь раз, два, три ряда пропущены от края. Я, соответственно, от края пропустила раз, два, три ряда. И вот здесь, где начинается четвертый ряд на квадрате, я еще сделала дополнительную обвязку. Вот так же, как здесь на вот этой вот этикетке показано, что здесь у нас еще идет обвязка, и потом от обвязки пришивается ручка. Значит, я сделала обвязку, прикрепила здесь нить, и сделала в каждую вот здесь вот расстояние между столбиками, я делала три столбика с одним накидом. У меня получилось вот присоединение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. У меня получилось девять раз по три столбика с одним накидом. Когда я все это провязала, я сделала еще по верху один ряд столбики без накида, зафиксировав вот здесь вот эту вот часть. То же самое я сделала и с этой стороны. Когда у меня все это было готово, я взяла иглу, в иглу я вдела нить в два сложения, не делала никаких узлов, просто с этой стороны оставляла хвостик. Как вы видели, я в прошлом видео показывала, как у меня вот здесь вот хвостики были, которые я потом прятала. Никаких узлов я дополнительно не делала, потому что все-таки хлопок, и эти узелки все здесь видны. А кончик, когда без узелка, его вот здесь вот в структуру, где-то мотива или нити спрятать удобнее. Потом я, значит, прикрепилась здесь с краю, взяла ручку, чтобы мне в ручку вот это такие движения не делать, я ручку повернула вот таким образом, смотрите, вот так, как бы завернула ее вовнутрь, и вот у нас здесь получается только ручка, которую нужно пришить. И стала я ее пришивать. Видите, выглядит неровно, выглядит неровно, это потому, что у самой ручки тоже неровная структура, потому что это натуральное дерево, это бамбук, и он, видите, имеет в некоторых местах вот такие утолщения. Поэтому, когда вы будете сшивать, ну, не пытайтесь добиться прям ровности, потому что у вас это не везде получится. Вот здесь, например, в стыках у меня так и остались, хотя я и так продвигала, и так надевала, все равно остаются вот здесь вот такие вот немножечко отверстия, расстояния, да. Здесь, например, вот в этом месте ровно пришилось, здесь тоже немножко расстояние из-за того, что здесь снова идет вот такое утолщение, и с этой стороны тоже. Когда я пришивала ручку, сначала несколько стежков я сделала прям очень тугими, и потом я поняла, что это не есть хорошо, потому что ручка практически не двигается, и выглядит это не очень красиво. И я ослабила немножечко нить, стала пришивать плотно, но не до такой степени. Все-таки, видите, у меня ручка, она плотно здесь держится, но она у меня все-таки двигается. Поэтому вы должны вот определить, найти такую среднюю плотность именно сшивания, чтобы ручка у вас все-таки еще немножечко там двигалась, да. Вот, ну, естественно, сделав одну ручку, я также сделала другую. И буквально вот позавчера я села и спрятала все кончики. Я покажу вам мою сумочку с изнанки. Давайте посмотрим, как я прятала кончики. Когда я присоединяла кончики, я показываю в своем мастер-классе «Бабушкин квадрат», как можно сразу кончик там спрятать и все остальное, но все равно иногда остается хвостик. И потом я просто брала иглу, и эти все хвостики я прятала между вот здесь столбиками, в структуру нити, в швы где-то. В общем, как у меня получалось, так я и прятала, и потом, соответственно, уже остатки не нужные, я просто обрезала ножницами. И поэтому получилось вот так аккуратно. Вот видите, нигде никаких хвостиков не висит, не торчит. И вот так вот все аккуратненько выглядит. Зачем я связала сумку с одной стороны вот такую яркую, а с другой стороны более спокойную? Я уже говорила, что настроение у нас разное бывает. Сумочка летняя. Иногда, если, например, я надеваю какую-то летнюю одежду, которая содержит, допустим, яркий принт или что-то еще, то можно, например, на лицевую сторону повернуть сумочку, где более спокойные мотивы. Если наоборот, у меня какой-то монохромный ансамбль, да, немножечко такой однотонный, то можно добавить яркости. Допустим, чтобы настроение было летнее, яркое. Вообще сумочка, конечно, получилась очень такая, знаете, интересная. Мне вязать понравилось. И я благодарю вас за ваши фотографии, за то, что вы мне прислали фотографии, также и ваших сумок, которые вы связали. Ну и давайте теперь вместе с вами посмотрим эти фотографии. на этом, дорогие друзья, я свой обзор по сумочке хочу закончить. Я думаю, что вам все было понятно. Пожалуйста, делитесь в комментариях вашими впечатлениями, вязали ли вы такую сумочку, или, возможно, только собираетесь связать. И, кстати, хочу вам сказать, вяжется очень быстро. Эти 15 мотивов, которые мне нужны были для сумочки, я связала буквально за 2 вечера. Поэтому, если постараться, то такую сумочку можно, в общем-то, за один день связать. И сейчас это достаточно стильно, актуально. Этим летом в тренде все яркое, все сочное, все такое даже с неоновыми оттенками. Поэтому вы можете пофантазировать, можете связать такую сумочку. И, пожалуйста, присылайте мне фотографии своих работ. Я с удовольствием добавлю их в альбом. Ваши замечательные работы по моим МК. На этом, дорогие друзья, я свое видео хочу закончить. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего, вдохновения вам и до новых встреч!